В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. И сегодня в нашей студии Самир Гараев, руководитель Лизанского центра медиации и права. Здравствуйте. Здравствуйте. Информационным поводом для нашей встречи стало получение вами награды в Москве на всероссийском мероприятии. Расскажите, что это за награда, за что вы ее получили и ваш центр. Большое спасибо за предоставленную возможность мне сегодня быть у вас в гостях. Буквально 10 ноября в Москве состоялась церемония вручения награды за вклад в развитие медиации в России. Вот я, как руководитель Лизанского центра медиации и права, и в том числе наша организация, нас наградили, вручили нам благодарственное письмо от имени Федерального института медиации. На мой взгляд, это действительно достойный шаг для того, чтобы мы являемся первооткрывателями этого направления. В нашем городе, да? Да, именно, вот в городе Рязани. Я более пяти лет занимаюсь развитием медиации в нашем регионе. Я являюсь специалистом, экспертом по этому направлению. У нас есть очень много достижений по этому направлению. На мой взгляд, институт медиации сегодня состоялось, так как принят федеральный закон, сформирован профессиональное сообщество медиаторов и принят государственные стандарты по направлениям специализации именно медиаторов, профессиональных медиаторов и специалистов в области медиации, то есть альтернативного разрешения споров. Да, вот если поговорить поконкретнее о медиации и медиаторах, довольно-таки незнакомые для широкого круга граждан слова. Что это за институт и что под собой подразумевают специалисты-медиаторы? Чем вы занимаетесь? Дело в чем. Если мы разделим институты медиации и специалисты-медиаторы, на мой взгляд, это будет очень правильно. Институт медиации в России создан с целью предложить обществу удобные, быстрые, эффективные способы разрешения споров. На институты медиации возложены именно обязанности по развитию медиации в российских регионах, научно-методической деятельности, пропаганда, популяризация медиации, утверждение и согласование научно-практические планы. А то, что касается специалистов и медиаторов, медиатор – это профессионал, специалист в области альтернативного разрешения споров. Именно медиатор является организатором и управляет процесс примирения, разрешения, обсуждения конфликта таким образом, чтобы стороны пришли к миру. На медиатора возложена такая обязанность, ответственность, согласно федеральному закону, номер его 193 от 2010 года. Именно федеральный закон о медиации регулирует правоотношения между медиатором и законом. А какие конфликты разрешает медиатор? То есть вы сказали сейчас, что нужно привести, можно привести в досудебном порядке две стороны к какому-то соглашению. Какие споры чаще всего, какие конфликты чаще всего возникают в практике медиатора? Вот на вашем примере. Знаете, человеческая жизнь так устроена, что без конфликта нет движения вперед. Конфликтуют все. Конфликтует растительный мир, конфликтует животный мир, конфликтуют также и люди. Только от конфликта зависит очень многое. Есть конфликт позитивный, есть конфликт негативный. Мы его называем созидательный и разрушительный конфликт. Если между сторонами возникает сначала конфликтная ситуация, если люди не подготовлены принять правильное решение во время конфликтной ситуации, ситуация уже перестает быть ситуацией, он переходит на конфликт. А если конфликт – это столкновение интересов. Интересы бывают разные. Ценностные, моральные, материальные. А если люди находятся в стадии конфликта, им нужен третий, беспристрастный, независимый лицо, который готов их выслушать, помочь им выйти из той конфликтной ситуации. В досудебном порядке. То есть избежав многолетних иногда таких вот бюрократических дотяж. Знаете, разделяется процедура медиации на три составляющие части. Это несудебная медиация, досудебная медиация и медиация в суде. То есть несудебная медиация, когда между сторонами возник конфликт, сторону не желаете идти в суд. То есть в этом случае они обращаются к специалисту, профессиональному медиатору, для того, чтобы разрешить данный спор в несудебном порядке. Досудебной, когда сторону обратились в суд, а еще судебный процесс не начато. То есть в стадии подготовки к рассмотрению дел. Согласно 150 статье ГПК, на суд возложена определенная обязанность о том, что судья должна информировать сторон о том, что есть альтернативный способ разрешения споров. Это делается таким образом. При подготовке дела к рассмотрению судья озвучивает. И второй момент. Суды указывают своим определением и дают возможность странам принять то ли или иной способ разрешения споров. Так как Конституция Российской Федерации гарантирует каждому законную способность защиты своих прав и интересов. Сегодня можно разрешить споры двумя путями. Или мы обращаемся в суды, государственные органы, или, согласно федеральному закону, альтернативному способу разрешения споров. То есть совместные встречи с участием профессионала-медиатора для разрешения данного спора. На условиях конфиденциальности, беспристрастности и добровольного участия сторон в конфликте. При этом первое, что, допустим, мне бросилось в глаза, я сначала оценила институт медиации как такой юридический. Но здесь вот сейчас я вижу, что много психологии. То есть это получается такой стык психологии и юриспруденции. Знаете, дело в том, что мы в своей работе используем элементы, инструменты из области психологии. Почему? Потому что, когда сторонам предоставлена возможность сесть за стол переговоров и обсудить те жизненно важные вопросы, которые их беспокоят, здесь очень важно и нужно использовать эти инструменты. Во-первых, необходимо создать доверительные отношения для сторон. Во-вторых, стороны должны быть уверены о том, что все, что произойдет в процедуре медиации, это останется именно там. Третье – порядочность, честность, ответственность самого профессионала-медиатора. В этом случае можно сказать, что успешная медиация гарантирована. Кроме того, по результатам приведенной процедуры медиации заключается медиативное соглашение. Согласно закону об альтернативной процедуре о регулярном споре в 12 статье, предусматривает медиативное соглашение приравнено к гражданской правовой сделке. То есть в процедуре медиации устанавливается и фиксируется гражданско-правовые отношения. Это тоже своего рода юридическое правильное направление. И некий результат работы. Да, в сторону по завершению процедуры медиации каждая сторона получает медиативное соглашение или можно его назвать примирительный договор. Можно назвать его по-разному. Помимо практической деятельности вы еще занимаетесь теоретической, вы обучаете. Допустим, в Мурманске недавно прошел семинар, на котором вы выступили с докладами, с мастер-классами? Да, вы абсолютно верно заметили. Да, я еще являюсь тренером профессиональных медиаторов. Я готовлю специалистов в области примирения, в области разрешения споров альтернативным способом. Да, недавно я ездил в Мурманск области, меня пригласили в качестве эксперта, в качестве специалиста. Мы проводили занятия органам опеки и попечительства, работникам аппарата суда, судьями. Мы еще раз им рассказали, разъяснили и показали наглядные приемы, как можно эффективно использовать инструменты медиации для того, чтобы люди, обращаясь к государственным органам, в том числе и к их лицам, понимали и получали помощь и поддержку. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго!